Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников Сотворение животных и окопа Тинторетта 1550 год, хвост масла 151 на 258 Тинторетта совместил в своем творчестве венецианский колоризм и флорентийско-римский пластицизм Однако его живопись – уникальное явление благодаря театрально-сценическим эффектам и обычным композиционным решениям, включающим неожиданные ракурсы и свободная манера письма, в которой создавался особый экспрессивный язык Сотворение животных входило в серию работ для переемного помещения сколы Санта-Тринита и создавалось по сюжету ветхозаветного события, которое произошло на пятый день создания мира «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверде небесной И сотворил Бог рыб больших и всякую дужу животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо» Коммуникационное решение Тинторета заимствует у тицианского полотна Вах и Адриана Здесь почти тот же пейзаж на фоне, но в отличие от работы птица на небесный свод, по которому движется летящая фигура создателя, окутанная золотым свечением, еще погружен полумрак Из-под его рук стремительно вырываются птицы, на земле толпятся только что рожденные в божественной воле мелкие звери, а за ним следуют крупные животные, среди них даже единорог Как истинная жидко-морская республика, Тинторета уделила особое внимание рыбам, прорисовывая их так, что можно определить различные виды Картины впервые за много веков кураторы использовали для показа в контексте искусства наших дней Это случилось на Венецианской биеннале в 2011 году, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что полотно Тинторета стало гвоздем огромной выставки, посвященной самым актуальным явлениям современного искусства Вот такое описание я нашел к работе Экопа Тинторета «Сотворение животных» Пока-пока, до свидания, текст по книге «Великий музей мира»